Многие из вас испытывают боль в коленном суставе, но, к сожалению, немногие могут оперативно попасть на консультации к высоко специализированному специалисту. Поэтому в этом видео я расскажу про анатомию и самодиагностику коленного сустава, какие есть красные флаги, на что обратить внимание и когда нужно бегом бежать к специалисту на консультацию. Меня зовут доктор Лобашов, я врач-травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук. И давайте перейдем к нашему макету коленного сустава и непосредственно к ноге для того, чтобы сравнить, где и как у нас может болеть. Самое основное и самое кричащее, что вы можете услышать, это мениск. Мениск это такие хрящевые прослойки, вы можете их увидеть, если будете разделывать хрюшку, это рулька так называемая, это и есть коленный сустав. Так вот эти вот хрящи, они нередко травмируются и часто это происходит у возрастных людей. На макете вы это увидели, они имеют полулунную структуру. На колене мениски располагаются вот в этой области, то есть с этой стороны и вот с этой. Между двумя костями у пожилых людей рядышком с менисками можно прощупать костное разрастание. Эти костные разрастания являются признаками артроза и также они могут явиться источниками боли, потому что, как правило, болят не сами мениски, а то, что поврежденный мениск смещается и травмирует капсулу сустава. А уже та, в свою очередь, богата своими нервными окончаниями. Поэтому щупанье себя в области мениска и движения ногой является признаком повреждения мениска. Красным флагом является то, что вы испытываете определенное защелкивание, то есть как зубчатое колесо нога выпрямляется, то есть не плавно движение выполняется, а именно с каким-то блокадой, либо щелчками это все сопровождается. Следующая боль – это боль надколенника. Надколенник болит либо с нижней стороны, либо вот чуть выше мениска, то есть прощупали суставную щель и в этой области располагается так называемая надколенниковая складка. То есть здесь на картинке мы ее не видим, но боль ощущается ниже полюса надколенника или с внутренней стороны от надколенника. Непосредственно у меня такая проблема была. Провели хирургическое вмешательство и, собственно говоря, эту складку убрали. Однако это частая болезнь подростков и ее часто путают с повреждениями мениском, хотя здесь другие боли. Также у людей с артрозом боль располагается ниже коленной чашки. Коленная чашка плохо двигается и самодиагностика является в расслабленном положении, то есть надо обязательно колено расслабить и подвигать колено вверх-вниз. При боли складки очень болезненно и ограничено движение коленной чашки кнаружи. Следующая проблема, которая вызывает боль – это боль четырехглавой мышцы. Она часто травмируется у спортсменов. Боль располагается здесь, то есть, как вы видите, вот это вот жило, которое крепится к надколеннику, оно травмируется. Иногда можно прощупать костные разрастания. Если хроническая травма, это сопровождается изменениями в суставе. Боль нижней части надколенника – это также может быть повреждение собственной связки надколенника. Вот здесь вот у спортсменов, которые часто прыгают, это называется колено-прагуна, воспаляется сухожилие. По аналогии с повреждением сухожилия собственной связки колено-прагуна, по наружной поверхности здесь крепится широкая фасцилята. Она идёт вдоль бедра к самому тазу. И боль ощущается ориентировочно вот здесь вот. Эта боль характерна для бегунов, марафонцев на длительных дистанциях. Происходит перегруз этой мышцы и даже при движениях может быть похрустывание. Проблемы, кроме как боли, это заболевание не несёт, поэтому здесь можно спокойно заняться физиолечением, мазями, самомассажем и стабилизирующими упражнениями, чтобы не тратить время на долгие дорогостоящие обследования. Ниже колено. Боль. Некоторые говорят, что связана с гусиной лапкой, потому что предполагали ошибочно, что воспаляется сухожилие сгибателей бедра. Однако, я считаю, что данная боль связана с воспалением гинекулярного нерва. Дело в том, что нервы коленного сустава проходят вместе с сухожилиями сгибателей бедра. На самом деле, они и на верхнем положении проходят, и иногда боль можно прощупать у себя в верхней части, в нижней части, в наружней части. И вот здесь вот, то есть, это всё боли нервов. Мы осуществляем блокаду нервов, и понимание о причинах боли, конечно, сегодня поменялось, потому что для нас это целая картина. Может болеть сухожилие, может болеть кость, может болеть надкосница, может болеть мениски и прочие структуры. То есть, понимание уже более комплексное. Поэтому боль во внутреннем отделе колена ниже суставной щели – это всё-таки воспаление нервов коленного сустава. Они очень хорошо поддаются лечению. Как я уже говорил ранее, можете посмотреть видео про блокады, когда они эффективны. Ну и характерная боль для людей, которые молятся на колени для мусульман. И также эта проблема встречается у подростков от 9 до 13 лет в основном. Это болезнь Озгутшлятера или разрушение бугристости большеберцовой кости. Данная проблема лечится противоспалительными препаратами, физиолечением. Ну а в тяжёлых случаях происходит удаление либо самоопражнение вот этой вот околосуставной сумки. Если вы почувствовали боль в той или иной структуре коленного сустава, запомните красные флаги. И при необходимости обращайтесь к специалистам, выполняйте МРТ для детализации вашей проблемы. Иногда перед МРТ достаточно сделать рентгена и МРТ. Всё это можно более подробно услышать в ролике, посвящённом артритам и артрозам. В комментариях вы можете оставить пожелания, какие методы самодиагностики ещё можно использовать. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok